Выпавшие в минувшее воскресенье снег и массовое отравление детей в Чебоксарской школе номер 43 стали основными темами еженедельной планерки с главой республики. Подробнее Ольга Пырочкина. Зима наступает. Так, Максим Ильич, прошу коротко доложить, какая обстановка в целом в СССР ЖКХ. Есть местечковые проблемы, связанные с аварийностью. Вот на прошлой неделе у нас было порядка четырех аварий, где более тысячи человек у нас остались без тепла. Но не более четырех часов. Сейчас, на данный момент, без отопления ни одного дома у нас в республике не остается. Что касается ситуации на дорогах, то здесь зимняя погода и первый снег особых проблем не принесли. Дорожное полотно обрабатывают реагентами, снег убирают. Однако для ДТП хватает других причин. За прошлую неделю на дорогах республики в 24 авариях погибли 6 человек. В основном, это федеральная трасса, где засыпает или же превышает скорость, выходит на встречную полосу. А линии пока дорожной службы в этом плане нет вопросов. Зато много вопросов к организации школьного питания после массового отравления детей в Чебоксарской школе номер 43. По последней информации, шестерым школьникам поставили диагноз «острое кишечное заболевание». Еще 14-ти – пищевая токсик-инфекция. Сегодня последнего человека выписали из больницы. Были отобраны пробы смывов, пищевых продуктов, воды водопроводной, холодной, горячей. Также пищевых суточных проб и бутилированной воды из кулера. Также отобрали дезинфицирующие средства. На сегодня вышли смывы из 25 смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки. В 9-ти выявлена кишечная палочка. То есть посуды, столовых приборов, полки для хранения хлеба, ручки для холодильника и так далее. 36% смывов – такого у нас никогда не было. Это говорит о том, что не проводится текущая обработка инвентаря и оборудования. А еще нарушались правила хранения и время хранения продуктов, их приготовления и многое другое. Если сейчас Роспотребнадзор получше будет проверять, мы еще с какими-то бопиющими фактами будем сталкиваться. Хотя в школе мы, практически в школах, оборудование 100% поменяли на новые оборудования. Для этого выделили огромные финансовые средства, а в итоге вот последствия. На особым контроле у ведомства теперь и компания, которая занималась организацией питания в этой школе по контракту. Я ответственность себя не снимаю. Мне очень стыдно, что я подбила вас, Чувашскую республику, город. В настоящее время все нарушения устранены. Завпроизводством устранена и будет освобождена от должности. Бригада будет расформирована. В коллективе обсудили с технологами меню. Изучили все, что могло повлечь в такую беду. Продукты исключаются. Такого не повторится, если создать в регионе единую систему поставщиков школьного питания и закупать продукты у местных производителей, отметили в Роспотребнадзоре. Их качество в ведомстве хорошо знают. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Расиль Мухаммедов, Расиль Мухаммедов, Республика.